Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы с вами поговорим о лаковой живописи в России. Традиционно, конечно, центры лаковой живописи это Фидоскина, Мстера, Холуй и Палих. Нам предстоит с вами разобраться, в чем есть разница в существовании этих промыслов. И, конечно же, сразу же следует вспомнить, что Мстера, Холуй и Палих были связаны с развитием иконописания в России. То есть, по легенде, существует мнение, что крестьян этих сел научили писать иконы, пришедшие монахи, которые основали впоследствии монастырь. Но это не секрет, что монастыри были как раз центрами развития культуры и ремесел на Руси. И потом уже эти крестьяне из поколения в поколение передавали секреты живописи своим детям, внукам. И так это продолжало существовать. Что хотелось бы сказать сразу. Вот когда сегодня говорят о трудностях развития промысла, то я всегда вспоминаю такой пример. Когда в 1901 году жители этих сел обратились к императору Николаю II с просьбой оградить и защитить развитие промыслов. Защитить промыслы от печатавшихся на фабриках уже дешевых таких икон бумажных. И император, конечно же, стал во главе вот того движения помощи народным промыслам, крестьянским промыслам. Потому что они реально кормили от трех тысяч до шести тысяч крестьян. Каким образом? Был учрежден комитет попечительства о русской иконописи, председателем которого стал Сергей Шереметьев. И туда входили ученые и Георгиевский, и Кондаков, и Покровский, и Тренев, и Нечаев-Мальцов входил, и многие другие. Так вот, развитие промысла было существенно продвинуто и в научном плане, и в экономическом, и в плане его распространения по территории России. Дело в том, что иконы писались практически для всех строящихся храмов в России, вот именно в этих центрах. Конечно, до 1917 года существовал этот комитет попечительства о русской иконописи. Это и понятно, что потом началась другая эпоха, но эта эпоха, которая тоже принесла с собой и возрождение артелей, и фабрик, мастерских, и обучение искусству промысла, было тоже поставлено на должный уровень. Хотя сменилась, естественно, сюжетная линия, потому что иконы перестали писать, стали делать другую продукцию. И там портигары, коробочки, ларцы, вот такого плана. То есть искусство вещи, предмета. Но традиции, и мы сейчас это увидим, иконописные, они сохранились, и они остались в чём? И в колорите, и в самой технике подчёркивания объёмных частей, так называемыми оживками или движками. Это вот общая для иконописных промыслов холая мстёры Палиха история. Что касается Фидоскина и вообще развития лаковой живописи на Руси, то она, конечно, связана ещё и с Петром Первым, и с обычаями вот такого восточно-азиатского влияния и заимствования. Комнатные ширмы, кабинеты, посуды лаковые. Вот это всё не без влияния китайской лаковой живописи. И особенный интерес к лаковому искусству возник во времена Петра Первого и строительство Петербурга. Прибывает в Санкт-Петербург в 1703 году голландский мастер Гендрик Ван Брумкорст, который, предположительно, сначала работал в Московской оружейной палате, а затем занимался оформлением дворца Монплезир в Петергофе, а также зимнего и летнего дворцов. Он обучил лаковому делу талантливых учеников Перфила Федотова, Ивана Тиханова, Ивана Попова, Ивана Полякова, Андрея Александрова. Они оформляли лаковые кабинеты в восточном стиле. Брумкорст одновременно работал в петербургских предместьях, это в Стрельне, в Рыбачьей Слободе, в Петергофе. При Петре Первом был создан лаковый двор в итальянском доме на правом берегу Фонтанки. Ну и, конечно, появляется потом знаменитый уже китайский дворец в Ронинбауме, который, предположительно, был расписан под Китай в 1761 году Федором Власовым, который создал десятки композиций и владел самыми современными технологиями. В 1757 году, это в год учреждения Академии художеств, открыто несколько классов для обучения различным ремеслам, включая лаковые дела. В 1750 году Иван Попов лаком и живописью улучшил ряд внутренних помещений Зимнего дворца. Это вот основные вехи истории развития лаковой живописи. В 1742 году Алексей Федорович Турченинов основал фабрику на реке Талица, где изготовлялась медная и железная посуда, украшенная гравированными узорами с эмалевой росписью в виде трав и цветов. В Петербурге и его окрестностях возникли предприятия Боуля. Для налаживания дела он пригласил французских мастеров – Андрея Эка, Лабутина, Тарева, Егора Кондратьева и других. И французские, и русские мастера, как мы видим. Но настоящая история русских лак все же началась с мастерских Лукутина и Вишнякова. Зимний художник 18 века Вишняков. Конечно же, влияние русской живописи 18 века тоже сказалось с этими лессировками или плавями, как это называлось. Я сейчас поставлю пример вам слайд. Это современная Федоскина, современная живопись. Конечно, развитие живописи влияет на лаковую живопись. Техника изготовления Папье-Маше отличает русские лаки самим материалом от более древних японских и китайских лаков сосновой на дереве. Это общее для всей лаковой живописи. Нарезанные ленты картона смазываются мучным клейстером и навиваются на деревянные или металлические болванки нужных форм. Шкатулки, ларцы, коробочки для мелочей, чайницы и прочие изделия. После прессования заготовку снимают и пропитывают льняным маслом. Сушат в специальных шкафах при температуре до 100 градусов Цельсия. Потом приделывают крышку и приклеивают донушку. После чего изделие обрабатывается стамесками. Вот я показываю другую уже федоскинскую шкатулочку. Посмотрите, с жарптицей. Это тоже техника Папье-Маше. Обрабатывается стамесками-наждаками с целью достижения нужного контура формы. Шпаклюется и просушивается. После шлифовки накладывается черный лак в несколько слоев. Внутренняя поверхность коробки окрашивается в красный цвет и покрывается бесцветным лаком. Вот я показываю тоже такую, видите, она уже другой формы, овальной. И чаще всего, как правило, испокон веков ведется, что это реалистическая живопись. Вот такая тонкая миниатюрная прописка, видите, листочков, трав, цветочков. Прежде чем приступить к миниатюре, черная поверхность пемзуется, отчего она становится матовой. На нее наносится рисунок путем перевода или прочерчивания. И начинается сложный процесс живописи. Традиционно Федоскина пишут масляными красками, соответственно, применяя метод реалистической живописи, воспринятый от традиции искусства 18-19 века. Различают письмо по плотному, выполняется корпусными непрозрачными красками, тонко прорабатывается каждый их слой. И письмо по сквозному, это просвечивающими красками. Также известна техника цировка. По черной поверхности изделия расходятся сверкающие волнообразные лучи. Подобный рисунок художник создавал гравирую верхний слой черного лака до оловянной фольги, предварительно положенной под лак. Техника скань состояла в аппликации по сырому лаку мельчайших звездочек полумесяцев или кружочков, высеченных из фольги. Конечно же, серьезное развитие лукутинской миниатюры и Федоскина промысла начинается с Петра Коробова, который передал уже потом свое дело Петру Лукутину, своему зятю в 20-е годы 19 века. И потом уже в середине 19 века этот промысел развивается благодаря Александру Лукутину. Но стиль Рококо накладывает свои отпечатки на это. Вот среди современных художников можно назвать Геннадия Ивановича Ларишева, Марину Рогатова, Сергея Рогатова. Пейзажи пишет Вячеслав Святченков. В Санкт-Петербурге работает Сергей Козлов, также известны Марина Смоленская, Надежда Бычкова, которые используют на шкатулках фольклорные и евангельские сюжеты. Но лукутинские мастера черпали также сюжеты своих произведений из литографии, гравюры. Вот здесь мы видим сказочный сюжет или сюжеты, распространенные в крестьянской среде и связаны, конечно, с национальной жизнью России. Это и летние и зимние тройки. Но, конечно же, пользовались искусством уже художников XVIII века. Это и Левицкий, и Боровиковский. Они повлияли на технику письма плавями, вот такие воздушные, лессировочные, тщательно проработанные детали, места. И появляется такая пространственность в этой живописи, лаковой живописи. Вот, конечно, когда я сейчас вам поставлю это Федоскина, вот тройки крестьянской жизни, раздолье, такая вот свободная жизнь, незамысловатая, но органичная. Человек, пейзаж, все здесь вот слитого едино. Если я вам поставлю вот сейчас Амстеру, то вы видите, что и по колориту разнится. Кстати, первое упоминание Амстере, именуемое Богоявленской слободой, относится к 1628-30 годам, к середине XIX века. Это уже значительное торгово-промышленное село. Амстерский промысел моложе иконописного промысла села Холой. Он известен с XVII века и имеет свой отличный характер, связанный с тем, что большую часть жителей Слободы составляли старообрядцы. Ну, вот я показываю разного рода изображения. Через Афинии и Коробейников Амстера устанавливала связь со старообрядцами всей России, основными заказчиками на стильное письмо. Создавались иконы в древних стилях, новгородском, московском и строгановском. Но они давали вольную интерпретацию известных школ древнерусской живописи. В Амстере писали старинные и дорогие иконы, и дешевые, расхожие иконы, а также грошовые иконы, которые назывались краснушки. Вот посмотрите еще Амстера. Принципиальное отличие Амстеры в том, что ее манера живописнее. Композиция разрабатывается на цветных, а не на черных фонах. Видите, здесь непременный атрибут неба мы видим, синее, линию горизонта. Белильная подготовка под живопись Амстере делается сплошной, за исключением полей, которые остаются черными и заполняются орнаментальной каймой. В Амстере вся плоскость изображения на вещи целиком используется как цветовое пятно. Она по традиции имеет два полярных строя. Один холодный, голубоватый, серый, другой с преобладанием охреста желтого и киноварно-красного. Первый стремится к передаче пространства глубины, второй плоскостен, орнаментален по преимуществу. Но из мастеров и мастерских большую известность получили Николай Клыков, Иван Фомичев, Александр Котягин, Александр Брягин, Василий Овчинников, Иван Морозов, Василий Кротов, Евгений Юрин, Василий Корсаков, Валентин Тихомиров, Андрей Грачев, Валентин Факеев, Александр Калиниченко, Владислав Никосов. Этот список, конечно, можно продолжить. Вот, посмотрите, за счет чего создается вот такое поле картины лаковой живописи? Ну, за счет композиции, и посмотрите, фигурки переднего плана, они больше, фигурки дальнего плана меньше, создается это пространственное перспективное сокращение. Конечно, темы чаще всего это сказочные темы, темы из русской истории, но вот это вот Холуй. Недалеко, с одной стороны от Палиха, с другой от Эмстеры, в нескольких верстах от впадения реки Тейзы в Калиазьму, находится село Холуй. В исторических и литературных источниках Холуй упоминается в XVI веке как вотчина Троицы Сергиевой Лавры из Суздальского Спасо-Ефиминского монастыря, где жители были приспособлены к конописному делу, вели широкую торговлю иконами, развозили их по торжкам. Холуй, как Палиха и Эмстеры, превращается в поставщиков икон на всю Россию. Ну вот это вот современная здесь коробочка, и, конечно, это изморозка сюжет. Морозка, 12 месяцев, вот эти сказки, пушкинские темы. В Холуйце в Палихе известны были такие мастера, как Иван Маркечев, Иван Голиков, Павел Баженов, Дмитрий Буторин, Владимир Булдаков и другие. А в Холуе Кастерин, Белов, Мокин, Бабурин, Ивакин, Киселев, Фомин. Конечно, это все понятно. Ну вот посмотрите уже на предметов декоративно-прикладного искусства, как эта живопись работает. И обилие таких вот коробочек, шкатулочек, современных уже. Вот Палих, например, небо в палихской миниатюре, в отличие от Федоскинской, не изображается. Однако сверкающая его голубизна передается условно всем строям цветовой композиции, через изображение природы и сиянием солнышка на черном фоне, которые так любят изображать в своих миниатюрах Палишане. Вот посмотрите, там солнышко всходит, да, как бы ярусами строится композиция. Фигуры на первом плане крупнее, дальше они менее крупные. И солнышко такой, диск. Цветы деревьев вторят основному мотиву изображения. Пробелка золотом, выделяющая места света, заставляет лучиться линии формы, отчего создается общее впечатление свечения миниатюры. После пробелки золотом вещь полируется и снова покрывается лаком, просушивается в печи. В результате такой многоэтапной обработки вещи плотность и прозрачность живописного слоя в сочетании, значит, создает особый декоративный эффект. Достигается качество драгоценности палехских шкатулок, позволяющие сравнивать их краски с камнями, самоцветами или дорогими эмалями. Ну вот я уже говорила о том, что, конечно, все эти села, они писали иконы. В селе Холуй писались расхожие дешевые красные иконы. Слободам стера изготовляла и подстаринные, и разных видов, и манер письма икон. Вот, так называемые иконы старинного пошиба. И вот здесь, видите, для всех характерна была московская основа, московская школа с традиционным вахренным письмом. Или иконы подризные, подуборные, подфалежные, все писали. Ну вот я показываю вам иконы здесь. Мстерцы отдали дань 17 столетию, используя старинные технические приемы, краски, разведенные на яйце в обломленных ложках. Иконы, какие были у изографов 17 века. Холуяне более подражали академической живописи, порой вразрез с иконописным преданием Русской Православной Церкви. Палих воспринял обе линии развития иконописания конца 19-го, начала 20-х веков. Они умело сочетали их во фряжском, так называемом, стиле. Ну вот я показываю этот палих. И что здесь мы видим? Конечно, палих не спутаешь ни с чем. И вы видите, на объемных местах появляются эти иконные оживки, такие движки, как их называют. И естественно, что здесь есть и такая обобщенность характерная для палиха. И мы видим, что в этих уже и иконах, и живописи чувствуется, что мастера владеют и плавью, мастера владеют и знают технику строгановской и московской иконописных школ, а также используют черты фресок по Волжье. Ну вот, в палевской живописи и иконописи получают свое разбитие, конечно, принципы миниатюрного письма, миниатюрной живописи. Здесь используется и травчатый орнамент. Но вот самое характерное, что интересно, что они разбавляли порой краску квасом. Был такой прием. Ну, так же, как вот меня изумило, что расписывали порой в народных промыслах игрушки, брали куриные или гусиные перья, их так вот связывали и обмакивали в краску и вели линию. И в отличие от кисти, эта линия долго не прерывалась. Это уже такие определенные особенности и тайны, секреты мастеров народных художественных промыслов. Которые порой изумляют профессионалов. Ну вот, художники-полишани, они отличаются тем, что, как и, собственно говоря, все художники лаковой живописи, таким фольклорным началом, пристрастием к сказочности, к былинности, своей эпичностью отличаются. И, как вы видели, что по колориту, конечно, разные. Фидоскин, Мстера, Холу и Палих, они разнятся по колориту, по манерам и технике письма, оставляя все равно в основе технику по пьемаше. Конечно, Некрасова, она пишет и называет, что 30-е годы XX века были периодом расцвета живописи, искусства Палиха. Чаще всего, конечно, годы 60-е, то есть послевоенные, уже после Второй мировой войны, тоже считаются годами расцвета для промыслов и относительно спокойного их существования. Хотя все темы, иконописные, были, конечно, невозможны в советский период, но они, как мы видим, сохранились в крестьянской сюжетике и тематике. Ну а сейчас мы подытоживаем те итоги развития и становления промысла, и промысел получает новое дыхание, новую волну развития. Я благодарю вас за внимание. Спасибо. Всего вам доброго.